Образ спортсмена – это образ здорового человека, правда? Что он здоровый, он такой сильный, он на качестве. Но мы же не видели, как быстро они могут выйти в расход, когда особенно очень большие нагрузки, особенно очень большое напряжение, напряжение мышечное, напряжение моральное. И поэтому спортсменам нужно усиленно себе помогать. То же самое, когда обычный человек находится в стрессе, в хроническом, понимаете? Плюс, конечно, для спортсмена есть, что он вот этот стресс, адреналин, он убирает. С тем, что он двигается, тем, что он много очень дает движения себе. Но иногда это движение, оно действительно слишком много бывает на пределе сил организма. И тогда организму надо сильно-сильно помогать. Вот этот соколой для спортсменов рекомендуется, например, начинать уже со 100 мл. Но опять-таки, если человек здоров абсолютно, нормально, может, всю банку выпить, ничего страшного не почувствует, но если есть хоть какая-то проблема где-то, первое, человек говорит, что у него что-то желудок начинает на твой сок реагировать. Наверное, мне не идет твой сок. Мы говорим, нет, это значит, у тебя проблема есть в желудке. Если ты дальше будешь его пить, возможно, небольшими дозерами, а по чуть-чуть, ну, дробно, то через месяц у тебя уже много легче будет с твоим желудком. Через какое-то время, возможно, ты полностью избавишься от этой проблемы, потому что алоэ, он великолепно все заживляет. И он очень хорошо помогает. Если у тебя гастрит, гастритов практически у каждого второго есть, этот гастрит даже у молодежи есть. Если у тебя язва есть, тоже великолепно помогают сок алоэ. Ну, это старинные даже народные рецепты. Сок алоэ великолепно помогает при проблемах с желудком, это мы все знаем. Если у человека проблема с кишечником, опять же, то тоже надо смотреть. Если у тебя обострение какое-то, да, то возьми понемножку, пей, может быть, часто. Допустим, по глоточку 2-3 раза в день. Но если никаких проблем с кишечником нет, даже если ты очень много выпьешь алоэ, ничего страшного с тобой не произойдет. Просто быстрее прочистишь свой кишечник, и больше, может быть, пользы сразу получишь. Но не всем это надо делать. У нас есть несколько таких соков. Желудный сок, вот он с края выливается, это чистая мякоть листа алоэ, там ничего другого нет, там только мякоть и только алоэ. И вот эта мякоть алоэ всем абсолютно можно. То есть если у человека аллергия, а таких много сейчас, то только этот желудный сок мы разрешаем пить. Если у человека избыточный вес, опять-таки, да, то тоже в основном вот этот сок мы и даем, потому что там никаких других добавок нет. Чистый алоэ. Если говорить про маленьких детей, то мы им тоже можем дать именно желтый сок алоэ. Буквально с роддома ребенок выписался 5 дней, допустим, по капелькам, как первый прикорм, очень даже нормально человек воспринимает. Как раньше мы по капелькам морковный сок, яблочный давали, то же самое можно сок алоэ давать. Этот сок алоэ делает интересные вещи. Значит, первое, что может он, ну вот, почувствовать нужно. Во-первых, убирается очень много грязи с ворсинок кишечника. Вот эти вот ворсинки, которые у нас есть у всех. И, к сожалению, не у всех они находятся в чистом, в идеальном состоянии. Практически ни у кого такого нет. Потому что еда у нас настолько разная, настолько бывает неполезная, но мы все равно ее едим. И вот алоэ помогает нам убрать вот эту грязь. Кишечник начинает лучше всасывать, витамины лучше усваиваются, микроэлементы лучше усваиваются. Если доктор назначает какие-то пилюльки, то и эти пилюльки лучше усваиваются. Это тоже надо понимать. Если ты лечишься и пьешь сухолой, это намного быстрее, ты начинаешь эффект получать от тех же лекарств. Значит, когда, допустим, алоэ попадает уже в организм, в клетку, он уже из клетки начинает доставать вот эти токсины, шлаки, которые там могут накапливаться. И это все поступает в кровь. Поэтому, когда мы пьем сок алоэ, нам стоит побольше пить жидкости. Не просто, а от чистой воды, или я потом покажу чай. Тоже можно это делать. Потому что все, что мы достаем из клетки, надо выводить. Выводить через почки. Это самый простой путь в улетении, это через почки. Значит, теперь, когда мы говорим, что алоэ очистил все, сам сок содержит очень много хороших компонентов. Там больше 200 разных компонентов, которые человеку надо получать каждый день. Там есть витамины, там есть минералы, там есть аминокислоты, там есть ферменты. Ферменты бывают только в жировом соке. Если тот же сок алоэ подогреть, градусов до 60, ферменты нейтрализуются. И пользы будет гораздо меньше. Понимаете, о чем говорим? Что такое фермент? Ферменты – это наша жизненная энергия, с одной стороны. Ферменты помогают печени, чтобы нейтрализовать токсины. Ферменты помогают нам переваривать пищу. Ферменты помогают нам участвовать в многих реакциях организма. Когда мы ферменты получаем сока малой, мы видим интересные вещи. Мы видим, что через какое-то время, не сразу, не через месяц, возможно, а может быть через год, но многие органы и функции этих органов начинают работать нормально. Если у нас были уже проблемы, связанные там с разными нашими, может быть, плохими привычками, может быть, неправильным образом жизни, может, просто какие-то проблемы возникли, вот, Маури, переболел человек чем-то, и вот у него началась хроническая, допустим, проблема с панкреатитом, или там с гепатитом, или что-то такое, то мы даем просто чистый соколой, и мы имеем очень интересные результаты на выходе. Мы ни в коем случае не говорим, что мы можем заменить лечение, которое доктор дает. То есть, допустим, врач, он рекомендует, при том же, допустим, в вирусном гепатите, есть противовирусные хорошие препараты, там, единственный момент, они все очень токсичны, и мы тогда говорим, что если ты пьешь соколой, ты намного легче это все переносишь, и намного быстрее у тебя выступает эффект лечения. Есть несколько разных соков, вот есть сок с клюквой, который лучше, то есть, в сок алоэ добавили клюкву и яблоко, 90% алоэ, то есть, в каждом нашем соке 90% и больше процентов алоэ, то есть, работает так же, как я сказала, очищает, питает и нормализует наши жизненные функции. И плюс еще клюква яблока. Клюква яблока – это противовоспалительный, и у кого проблема может быть больше смочи в половой системе, тому лучше это. Есть сок очень вкусный, сладкий сок персика, он тоже дает много энергии, как обычный сок, а он еще и вкусный, сладкий, как персик. Есть очень интересный сок, который называется свобода. Свобода движения – это фрида. Именно этот сок дает здоровье для наших суставов и позвоночек. Потом поподробнее расскажу. Когда, допустим, у нас есть возможность, мы держим в холодильнике, вот можно брать такие вот ванночки. Но если нет такой возможности, нам нужно куда-то ехать, или мы в дороге постоянно, пожалуйста, вот такие пакетики существуют для спортсменов. Это очень даже, наверное, удобно, когда на какие-то выезды, на сборы, еще куда-то, можно взять по количеству этих пакетиков и там принимать. Существует замечательный сок, который называется поместим пауэр, то есть это энергия поместим. Для спортсменов, наверное, это очень важный сок, потому что он очень сильный антиоксидант. Мы, когда говорим про антиоксиданты, мы должны понимать, что всегда у нас образуются свободные радикалы. Они очень нестойкие, они живут очень недолго, но они очень серьезно нам вредят. И эти свободные радикалы можно нейтрализовать. Например, вы съели овощи и фрукты, и вы нейтрализовали какое-то количество свободных радиков. Если вы обычный человек, то, в принципе, достаточно. Если у тебя много стресса, ты очень много нервничаешь, или ты ведешь очень неправильный образ жизни, у тебя много вредных каких-то, вредностей, которые на тебя действуют, а ты плохим воздухом дышишь, например, ты ешь не такую прям замечательную еду, тогда тебе надо больше тех веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Если ты спортсмен, если ты работаешь всегда на пределе своих возможностей организма, например, марафонец, марафонский бег, я считаю, это огромное напряжение вообще для организма человеческого. То есть марафонцы, они подбегают к финалу, они практически уже никакие. И вот тогда образуется огромное количество свободных радикалов, которые действительно приводят к старению многим проблемам. И вот таким людям, которые работают на износ, им, конечно, нужно вот это все нейтрализовать. Поместин – это один из тех продуктов, которые прекрасно это делают. Поместин можно добавлять соколой, получится еще вкуснее. Кстати, верхний пакетик так и есть. То есть там 2 трети желтого соколой, 1 третий – это поместина. Поместина – это очень вкусный сок из фруктов. Там входят малины, неживейка, груша, гранаты, экстракт виноградных косточек и мангустин. Мангустин – это король фруктов, очень сильная децидан. Значит, ну вот такие соки, которые дают очень большой оборот компании. На самом деле это важно. Если человек знаком с продукцией Forever Living Products, мы же умные все, мы открываем книжку и начинаем читать. И кому что на глаза попадется, он считает, что вот я достаточно выпью вот эту витаминку, и все замечательно у меня происходит, или вот это, или вот мы говорим, первое, что ты должен посмотреть, это посмотреть на соки алоэ, потому что это основа. Даже те же витаминки, которые ты потом выпьешь, если ты пьешь алоэ, они намного лучше начинают работать, намного лучше начинают усваиваться. У тебя кишечник чистый, он начинает хорошо всасываться. И алоэ является замечательным проводником. В 4 раза лучше алоэ проводит все, что в нем размешано, чем вода. И это как бы не секрет. Поэтому так работает великолепно еще вставная программа. Есть у нас из напитков еще интересный очень чай. Чай очень богат травами, очень богат некоторыми специями, некоторыми компонентами, которые показывают, что он и противовоспалительный. Он очень хорошо убирает какое-то раздражение у тебя в кишечнике, успокаивает твой желудок, если тебе это надо. Если тебе это надо, он нормализует кишечник. Этот чай не является ни слабительным, ни закрепляющим. Но если у тебя есть проблема, что тебе нужно, допустим, решить проблему с запорами, он поможет тебе решить. Или есть у тебя проблема, что тебе наоборот жидкий стул, он тоже поможет это решить, потому что тут есть компоненты, которые очень хорошо помогают в том-другом случае. Значит, есть здесь цветы алмавира, есть джинема лесная, которая великолепно работает, чтобы у тебя нормальный был сахар крови. Но этот чай не лекарство. Его можно использовать даже малышам до года, чтобы у них не болел животик, чтобы они хорошо получали все вот эти вот травки. Этот чай еще хорошо блистогонный является. То есть там есть листья черных яков, которые освобождают вас от паразитов. То есть этот чай мы пьем каждый день. Особенно, если ты только начинаешь пить сок алоэ. Хорошо, хотя бы месяц пропей точно, а то и два этот чай, чтобы освободиться от шлаков и токсин. Потому что чай очень хорошо выводит все шлаки и токсины из крови, куда вот алоэ их вытаскивает из клеток. Чай великолепно выводит через почки. Он мочегонит. Но он не будет... Вот эта программа, про которую мы и говорим. У нас есть она отдельным набором. Называется «Свобода движения». Для спортсменов это особенно актуально, потому что все спортсмены имеют какие-то все равно травмы, да? Может быть какая-то усиленная нагрузка на связки, на суставы там. Ну мало ли. Даже те же футболисты, те, кто там бегом занимается. Ну мало ли. И тогда нужно нам укреплять. Укреплять наш связочный аппарат, наши суставчики укреплять. И эта программа, она великолепным образом работает на это. Потому что, значит, смотрите. Там входит обязательно сокровая вера. Входит три сока «Свобода движения» или «Фридома». И мы начинаем очень постепенно. Особенно если Чико, допустим, у острый процесс, ему не хочется, чтобы на него сильнее начало болеть. Мы начинаем с желтого сока. И понемножечку добавляем «Фридом» туда. То есть, например, утром 60 мл желтого сока и там одну дурочку добавляем «Фридома». Вечером желтый сок. Потом постепенно увеличиваем «Фридом» и в конечном итоге переводим на «Чистый Фридом». Но этот сок, если у тебя есть проблема, его надо пить много. Если желтый сок достаточно пить 50-60 мл, получаешь ты свой результат через какое-то время, то этот сок нужно пить по 120 мл два раза в день. И тогда это будет терапевтическая дозировка для людей, у кого проблемы с воспалением суставов, с проблемами позвоночника. Именно так работает. Потому что в этом соке растворили хондроэтин, глюкозамин, натуральный серный комплекс, амазон, витамин. Для чего это надо? Ну, представьте себе, человек пьет «Фридом». Что он получает на выходе? Более гибкие суставы, то есть у него нет вот этого хруста, нет, да? У него более такой здоровый позвоночник получается. У него больше может быть нагрузка какая-то там динамическая, да? Вот на эти же наши, на наш опорно-двигательный аппарат. И мы выдерживаем это лучше, потому что это все укрепляется. Здесь же входят два крема, ХИТ и МСМ, которыми тоже можно снаружи как бы убирать воспаление, если у вас есть суставы позвоночника. Есть минеральный комплекс, с натурным и с витамином С. Вот минералы, они лучше всего, конечно, с витамином С усваиваются, потому что вообще минералы не так хорошо прям впитываются, но с витамином С нет, на одну треть лучше усваиваются. И есть уникальный совершенно продукт, который называется активная гиалуроновая кислота. Вот такого продукта больше нигде нет, потому что активная гиалуроновая кислота, вообще гиалуроновая кислота, ее могут уколоть сустав, делать укол, чтобы сустав был подвижным, потому что это внутренняя смазка. Представьте, сустав – это блок, и если есть смазка, то сустав работает. Если смазки нет, начинается нарушение движения. Когда мы даем гиалуронную кислоту, врачи обычно делают уколы. Или есть еще такая процедура для женщин – мезотерапия, когда гиалуронную кислоту вкалывает под кожу, и тогда получаем более молодой вид. Тот же самый эффект можно получить, если мы пьем в капсулу гиалуронную кислоту. То есть и для суставов хорошо, для позвоночника, и еще для кожи классно. Конечно, это хорошо для спортсменов. Если ты спортсмен, можно эту программу периодически пропивать, и ты будешь поддерживать себя в очень хорошем состоянии. Если ты не спортсмен, и ты пропиваешь эту же самую программу, ты получаешь на выходе очень хорошие суставы. Если есть проблема, постепенно она будет уходить, не сразу. Надо хотя бы столько месяцев, сколько лет проблема существует. Обязательно это будет условно. Если же, допустим, ты пьешь эту программу для профилактики, у тебя ничего не болит, то ты увидишь, что у тебя становится более молодым лицом. У тебя меньше морщин, у тебя лучше волосы растут. Вот сегодня такая тема интересная. Казалось бы, почему спортсмены должны иметь проблемы с сосудами, оказывается, можно получить такую проблему, как здрасте. Были такие случаи, когда особенно спортсмены, которые имеют большую нагрузку на ноги, футболисты, например, играют. Как они играют? Они очень с большими скоростями имеют дело. То есть там сильно-сильно работают мышцы на ногах, мышцы, сосуды и так далее. Потом этот же футболист садится в машину, например, и едет несколько часов куда-то. Ну, бывает такое. Ему надо доехать до следующего, допустим, города или что. И вот он находится в таком состоянии неподвижном. И как раз это очень серьезный риск образования тромба, когда активное было кровообращение, а потом неподвижное состояние и может быть тромб. Поэтому нужно, конечно же, делать какие-то вещи, чтобы этого не было. То есть для профилактики. И нужно, чтобы кровь была более жидкая, реологичная, и чтобы не было проблем с сосудами. Потому что на гладкий сосуд тромб не образуется, как право. Значит, смотрите. Здесь есть два спортсмена, которые используют всю нашу продукцию и получают действительно классные результаты. Если кому интересно, можно в интернете набрать. Их имена, они прям делятся своими результатами. Но самое главное, есть несколько продуктов. Соколой – это однозначно. Есть Argy+, есть CardioHealth, есть Omega. Вот эти три продукта. Они, конечно, работают на твои сосуды. Argy – это замечательный источник энергии. Вот если ты молодой человек, тебе уже больше 18, и ты упиваешь Argy+, то у тебя вот целый день потом гораздо больше сил, больше возможности что-то сделать. Если ты спортсмен, и ты поднимаешь какой-то вес, например, то ты можешь больше вес поднять и меньше устать. Или ты сделаешь такую тренировку, что больше скорость у тебя будет, или улучшают реакции твои. Потому что Argy+, он улучшает кровоснабжение, улучшает, чтобы наши сосуды лучше работали. То же самое улучшается питание головного мозга, улучшается питание скелетных мышц. Если кому надо, чтобы мышцы увеличивались в объеме, чтобы они получали хороший результат, пожалуйста, Argy+. Если ты человек взрослый, если у тебя есть уже проблемы с кровообращением, повышенное давление, например, или какие-то там другие моменты, то Argy+, хорошо тебе тоже уберет вот эту вот усталость. Может быть, плохая память у тебя была, ты получше начинаешь сообразить, потому что мозг тоже начинает лучше питаться. И у тебя больше сил, потому что мышцы получают вот это питание. Вот это кардиохаос, это конзинку 10. Опять-таки, это энергия молодости. Если ты молодой человек, вот молодой человек, и у тебя все в порядке с сердцем, может быть, тебе сразу не надо кардиохаос. Но если у тебя уже чуть-чуть чувствуется, что сердце немножко как-то ощущается, тогда кардио можно добавлять, и тогда вот эта ситуация решается лучше. Но если ты человек взрослый, и у тебя есть проблемы с сердцем или сосудами, то, конечно, стоит ежедневно добавлять этот продукт. То есть здесь есть несколько продуктов, которые ежедневно всем нам стоит пропивать каждый день. Первое – это соковое. Чай хочешь, не хочешь – пей, конечно. Ну, или воду чистую, да. Второе – это кардиохаос. И кардиохаос каждому из нас, если тебе уже, допустим, не 20 лет, а там чуть больше, стоит добавлять в свой рацион. Потому что коэнзинку 10, он дает энергию, во-первых, сердцу, чтобы оно хорошенечко работало, сокращалось. Во-вторых, дает каждой клеточке эту энергию, чтобы у тебя молодость осталась с тобой, чтобы ты перестал сильно стариться. Есть омега, омега-3, омега-9. Это правильные жиры, правильные ненасыщенные жирные кислоты из оливок, из рыб и из кальмаров. То есть то, что мы практически очень мало кушаем. Вот каждый из нас. Для чего это надо? Если вы пьете омегу, кровь становится более жидкой. Тромбы, они образуются, когда кровь сгущается, она останавливается в какой-то момент. Если она жидкая, у нее реология хорошая, то тромбы не образуются как трава. Омега очень хорошо работает на кровообращение. То есть она очищает твои сосудики от вот этих вот бляшечек. Она очень хорошо работает на нервную систему. Если в школьнике даже принимают омегу, они начинают лучше учиться уже через пару-тройку месяцев омегу просто пить. Если взрослый человек пьет омегу, он хорошо себя защищает от каких-то проблем, какие могут возникнуть с течением жизни. Это может быть инфаркты, может быть инсульты. И поэтому каждому из нас нужно другое количество омеги. Допустим, если ты здоровый человек, две капсулы утром, две капсулы вечером. Если ты уже не учишь здоровый человек, можно увеличить количество омеги. Вот здесь вот для сосудов я еще дала два продукта. Один из них чеснок тимьян, а второй прополис. Чеснок тимьян – это чеснок. Чеснок хорошо чистит сосуды. Он еще хорошо очень борется с вирусами. То есть параллельно два получаем эффекта. Допустим, чтобы не болеть, в то же время, чтобы у тебя сосуды хорошо работали. У нас не были случаи, когда даже при повышенном давлении, если человек принимает достаточно долго алоэ, допустим, чай, чеснок тимьян, то через какое-то время сосуды начинают лучше работать. И возможно, можно снизить вот эти препараты, которые снижают давление. Но это надо сделать все под контролем врачей и очень-очень все четко. Есть прополис. Вообще всем спортсменам наше пчеловодство очень хорошо. Особенно, допустим, прополис, пчелиная пыльца, там, маточное молочко. Вот этот прополис, он очень хорошо работает и на твои сосуды обычные кровеносные, и на твои сосуды лимфатические. И вот когда мы слушали тоже, мой спонсор Эля, она делала такой доклад, и она говорила, если у тебя проблема с лимфой, то есть есть отеки, например, то когда ты пьешь прополис, улучшается лимфодренаж, и вот эти отеки не могут уходить уже. То есть прополис, он хорош. Я добавила этот слайд, почему? Потому что это энергия. Спортсменам нужна энергия, но и нам всем нужна эта энергия. Особенно, если у тебя немножко пониженное давление, тебе не хватает вот тонуса, тогда стоит есть вот эту витаминку, которая называется джин-че. Джин-че – это джин-шель и золотая че. Фанатский желтокон. Значит, есть его такие свойства, что он является тоже антиоксидантом, но самое главное – он дает себе энергию. Ты разжелываешь, у нас были случаи, когда водитель за рулем разжелывал джин-че, и он не засыпал. То есть он нормально, мог себе. Для того, чтобы водитель не засыпал, первое – это джин-че, может быть, это алоэ-то-гоу с поместина. Поместина тоже дает много энергии. И третье, сейчас я вам покажу, что это такое. Называется ФАП. Вот ФАП, многие люди себя немножко стимулируют, энергетическими напитками. Особенно, когда устал, особенно, когда не выспался. Выпил вот этот энергетический напиток, вроде как встряхнулся и встряхнулся. Но вы знаете, в чём проблема? Все те энергетические напитки, которые мы обычно покупаем, с нашим обычным кофеином, они нам делают вот эту бодрость, за счёт наших внутренних резервов. Они, к сожалению, не безграничны. И когда наши резервы уже начинают остощаться, человек получает большую проблему. В этом случае ФАП – это хороший выбор. Почему? Потому что здесь есть и алоэ вера, это единственная энергетическая пицца алоэ вера. И здесь есть гуарана. Гуарана – это кофеин. Вы знаете, кофеин из гуарана мягкий. Вот, допустим, кофеин наш обычный, который мы пьём, он быстрый эффект даёт. То есть быстро мы взбодрились, быстро у нас там сердце застучало, быстро на полчаса нам хватает. Потом снова падок идёт сил. Гуарана, она работает с 5,5 часов. То есть на 5,5 часов у тебя внимание обеспечено нормально, ты не засыпаешь, ты хорошо себя чувствуешь, в то же время ты не навредиваешь своему здоровью, потому что тебе каждые полчаса не надо этого пить. Можно выпить, но 3 раза в день никому от этого плохо не будет. Сегодня у нас немножечко вот такое занятие, когда и мужчин в то же время это касается. И сейчас у нас есть новый продукт, который вот я сделала такое сравнение, чем отличается наш предыдущий продукт PRO-6 от виталайза мужского. То есть и тот, и тот продукт рассчитан на мужское здоровье. Если ты молодой человек, пей для профилактики, чтобы у тебя не было проблем с предстательной железой. Потому что пока молод, возможно, ты об этом не думаешь, но с возрастом очень многие люди имеют такую проблему. И эта проблема мало не покажется. Вот был у нас PRO-6. Практически все, что было в PRO-6, все входит в виталайз. Практически все. Но там еще добавили дополнительно витамин С, витамин Д, витамины группы В6 и ЦИН. То есть еще плюс там, допустим, эстрак из граната, верцетин. То есть еще усилили, еще улучшили, еще сделали его более интересным этот продукт. То есть это виталайз, мужская энергия. То есть мужчина, который принимает вот эту витаминку, он себя более чувствует энергичным, он себя чувствует более счастливым, он чувствует, что у него все в порядке. И через какое-то время есть сейчас в продаже вот эти коктейли, которые называются ультралайт ванильный и ультралайт шипаладный. Ну, все люди знают, что такое коктейли. Коктейли мы любим, мы их принимаем. Кому-то там больше, кому-то меньше нравится. Можно коктейль развести на молоке, можно коктейль развести на соке любом, можно развести на воде. В чем их прелесть? Есть молодые люди, которые хотят накачать мышцы. Хотят накачать мышцы, но они ничего-то не очень накачиваются. И им тренер говорит, тебе нужно питаться 6 раз в день, к примеру, это должна быть белковая хорошая пища. Но, ребята, когда слишком много ты какого-то белка без другого, это на самом деле не есть хорошо. Ты должен получать все сбалансированное. И вот этот коктейль как раз вариант сбалансированного питания, где действительно хороший, качественный белок, он преобладает. Но там есть и те компоненты, которые позволяют нам нормально себя чувствовать. Там есть все витамины, есть все минералы, есть углеводы в небольшом количестве. И то есть этот коктейль мы можем использовать 2 раза в день спокойно. Если ты хочешь накачать мышцы, надо его вместе с едой. Вот можно им даже еду запить, можно... Вот многие как делают? За полчаса до тренировки можно выпить коктейль, и не больше, чем через полчаса после тренировки, тоже выпиваем такой коктейль. Должна быть белковая еда. И тогда мышцы получают питание, и они начинают нормально работать, развиваться. Ты получаешь хороший очень-то... Этот же коктейль мы используем для того, чтобы убрать лишний вес. Кому это не надо. И чтобы это было не за счет мышц, потому что лишний вес, как правило, убирается в первую очередь за счет мышц. Кто худеет, он знает, что мышцы становятся более такими... Ну, худенькими. А потом только жир убирается. И поэтому мы говорим, если ты вместе с коктейлем это делаешь, тогда у тебя мышцы остаются нормальными, но жир у тебя уходит. Поэтому ты получаешь нужный тебе рельеф. Существует прекрасная программа, которая называется «Клин 9» и «Стиль жизни 30». И вот эта программа, она очень-очень помогает нам. И в том числе и спортсменам, и в том числе тем, кто только хочет заняться спортом, или в том числе тем, кто не хочет заняться спортом, и хочет решить проблему с весом. И вот эта программа, она настолько органична, что человек, который ее принимает, то, знаете как, у него хороший обмен веществ. В отличие от тех людей, которые сидят на диетах. Вот понимаете, человек сидит на диете, он очень мало кушает. Казалось бы, должен худеть хорошо, но какое-то время он перестает худеть вообще, а потом начинает чуть-чуть больше кушать и начинает его нести. Почему? Потому что обменный процесс начинает снижаться. На этой программе обмен хорошо работает, обмен веществ. Мало того, у тебя такое хорошее питание получает твой организм, как, возможно, никогда до этого в твоей жизни не было. Поэтому мы начинаем с этой программы великолепным образом восстанавливать работу многих органов. В частности, печени. Потому что печень очень сильно перегружается той едой, которую мы каждый день ее кормим. И когда мы придерживаемся программы клинзей, мы очень сильно ее разгружаем, она начинает восстанавливаться. Это тот орган, который очень быстро восстанавливается, очень благодарный. Если только чуть-чуть ему уделить внимание. Существует такая проблема, как спортивная травма. Ну, тут даже говорить нечего, потому что сейчас гололед, там может быть не спортивная травма. Мы можем просто поскользнуться, растянуть себе ногу, упасть там, поломать что-то. И тогда, конечно же, вот есть вот эти крема, которые великолепным образом снимают воспаление, снимают мышечные блоки, напряжение. Бывает такое, что ты перетренировался, перебегал, переходил, перегулял. У тебя ноги гудят, у тебя вот забиваются, образуется очень большое количество молочной кислоты. И ты не знаешь, что делать. Можно принять ванну великолепную, у нас тоже есть такие соли. Но можно еще сделать массаж нашими кремами. Казалось бы, много кремов, почему их так много, как их и использовать. Их можно смешивать. Вот этот крем, который чистый алоэ вера, в любой крем его добавляешь, и результат еще становится интереснее, лучше. То есть более такой, пластичная такая структура любого крема, еще больше. Вот этот крем, он согревающий, ему можно хорошенечко размассировать твои мышцы, застуженные мышцы, допустим, если там протянула поясницу, или если там где-то там что-то немножко подпростыл, великолепно согреет. При простудах можно натереть грудь, можно натереть спину, пятки и так далее. Но этот крем, он же хорошенечко убирает вот эту проблему, когда мышцы болят. Вот этот крем, он немножко охлаждает, немножко успокаивает, синяя полосочка. Вот когда у тебя уже есть какая-то травма, ты, допустим, растянул что-то, получил повреждение, вот этим крем можно использовать. Но прополис-крем один из самых любимых кремов для спортсменов, потому что он хорошо смягчает, он хорошо снимает воспаление. И вот эти все крема, их можно вместе смешивать. Есть смысл немножко поэкспериментировать, попробовать один с другим, другой с третьим, там один с четвертым и так далее. И попробовать, какой будет результат. Кто это любит делать, можно так сделать. Кто не любит делать, просто бери один крем и тоже получишь хороший результат, но немножечко вот более такой вот ограниченный. И есть крем, который вот с серой полосочкой, он входит тоже в программу для свободы движения суставов. Этот крем с органической серой МСМ и с травами, которые снимают воспаление. Воспаление, например, в суставе. Вот болит сустав у кого-то, допустим, ушиб ты, или там просто вот уже имеется артрит или так. Тогда, пожалуйста, надо несколько раз помазать этим желе, и ты получишь хороший результат, противоспалительный обезболивающий. Если говорить про ферст, это великолепная скорая помощь, потому что вот мы говорим, если про травмы, даже просто побрызгать место ушиба ферстом, сразу будет облегчение. Во-первых, обезболивающий эффект хороший, во-вторых, отек уходит быстрее, и, в-третьих, если там есть повреждения кожи, быстрее заживает намного. Любые ожоги, любые порезы, любые какие-то там потертости, ферст великолепно убирает. В плодах роли же нет, если есть лежачие больные. И есть активатор. Активатор – это чистая стопроцентная вытяжка из алоя. Вот этот активатор можно использовать и в глаза капать, и тогда становится меньше зрительная усталость и лучше зрение. И если вы, допустим, просто нальете, где у вас какая-то проблема или ушиб, и делаете компресс с активатором, вы тоже получаете хороший. То есть тут есть много тех инструментов, которые, если вы научитесь пользоваться, травма – не проблема тогда. Нужно иметь дома такую, допустим, личную коробку тач, в которых есть вот эти все продукты наши. Спортсмены, они тренируются зачастую, и они несколько раз в день обычно принимают душ. Если они принимают душ обычными средствами, они могут иметь проблему с кожей, потому что она пересушенная, она каждый раз соприкасается с продуктами нефтепереработки, как правило, то, что вот все гель-души, которые у нас продаются в магазинах, они, в общем-то, не являются натуральными. И когда человек часто, допустим, моется такими вещами, он имеет дерматит. И так говорил спортсмен, мастер спорта по биатлону, что часто моюсь, потому что есть такая необходимость, он получал проблему с кожей. Но когда он перешел вот на эту нашу ухаживающую серию для тела, то эта проблема у него ушла полностью. Ты можешь вообще, несколько раз принимать душ, вот с нашим гель-душем, и ты не получишь никакой проблемы, потому что это натуральное средство на алое. Не пересушишь, не будет раздражения, не будет аллергии. И здесь есть несколько вариантов ухода за собой, в частности, есть дезодорант, который без алюминия на алое, он убирает полностью запах, но ты потеть будешь. Не будет, что антиперспирант. Но, ребята, потеть надо, особенно если ты спортсмен. Вообще потовые железы, они обязаны функционировать нормально, потому что это еще один способ освобождения тела от шлаков и токсинов. Даже интересные такие были моменты, когда очень много людей находится в скучном помещении, вот набивается просто, и человек плохо себя чувствует. Думается, что от недостатка воздуха плохо себя чувствует. А оказывается, вот кожа человека выделяет те токсины, которые очень плохо выделяют на других людей. Вот пот, на самом деле, он ядовит. Если, допустим, животное напоить потом, он очень быстро отравится, потому что пот выделяет токсины и шлаки, он должен выводиться, понимаете? Но запаха не должно быть. Если вы цивилизованный человек, то вы пользуетесь дезодорантами. И этот дезодорант как раз-таки такую функцию и выполняет. То есть он убирает запах, но потеть-то будешь. Есть серия для мужчин, это после бритья. Есть мыло жидкое, великолепное, которым тоже можно и руки помыть, и лицо мыть спокойно. Кто-то использует как пенку для бритья. Там существуют прекрасные скрабы, укладка волос, различные шампуни. Но опять-таки, интересно был такой случай. Если человек привык, обычно все мы пользуемся шампунем из магазинов. Вот купил шампунь, помыл голову. Как правило, химия. Как правило, продукты нефтепереработают. Как правило. Если продукт ненатуральный, чтобы потом перейти на обычный шампунь, на наш шампунь, ты можешь почувствовать проблему. Был такой случай, когда женщина покупала какие-то шампуни, мыла голову, потом взяла наш шампунь, помыла голову, говорит, я не поняла, что за такой расхваленный шампунь, волосы с сосульками у меня висят. А ей сказали, твою химию надо сначала смыть. Несколько раз смой нормальным шампунем, и через 3-4 раза она увидела, что это действительно классный шампунь. Великолепный волосы, но для того, чтобы он поработал, нужно действительно было смыть сначала эту химию. То же самое касается, допустим, средств для стирки. Понимаешь, если ты стираешь какой-то своей химией, нужно, чтобы немножко простирать нашим несколько раз, чтобы вымылось все из этой вещи, из этой ткани, тогда только ты увидишь этот результат. Если ты пользуешься уже с самого начала вот этой натуральной, ухаживающей, допустим, серией гигиены, то у тебя нет таких проблем. У тебя нет аллергии, у тебя нет проблем с кожей, у тебя нет драматитов, особенно если ты делаешь это часто. Вот могу сказать про такое моющее средство, которое, ну, казалось бы, вот многие мужчины думают, ну, мол, или там постирали, там мама или там жена чем-то постирала, ну и что? Но если постирала чем-то не тем, то ты будешь чесаться через какое-то время. Для кого это важно? Ладно, машинка быстрее выйдет из строя, нужно будет ее чинить или что-то делать. Вот с этим средством ничего не образуется в трубах у машинки, оно такое нормальное, оно абсолютно не образует изысково каких-то вот таких камней налета, но это средство, оно биоразлагаемое, то есть разлагается цело два вода через какое-то время, то есть в вещах там ничего не остается, никаких крупиночек, вот химических моментов. Если ты сам делаешь уборку или моешь сам машину этим средством, ты не надышишься никакой химии, это тоже очень важно. То есть, знаете, здоровье, оно идет отовсюду. Если мы начинаем делать правильный образ жизни, мы окружаемся правильными товарами, хочешь ты или не хочешь, организм начинает благодарно реагировать на это. Ты пьешь алоэ внутрь, ты получаешь вот эту пользу, ты ешь, допустим, коктейль, некоторые витамины, даешь силы своему организму, которые ты его забираешь ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, даже тем, что поругался с кем-то, выкорив сигарету или что-то другое сделал. И ты пользуешься вот этим средством для своего дома, для своей одежды и для своей посуды самое главное. Вот посуду помыл, и она не пахнет моющим средством. Разлагаются цело два вода, ты не кушаешь химию, потому что даже если ты великолепно питаешься, но у тебя посуда помыта химией, ты ее съел и ты получил проблему. Конечно, мы говорим сегодня о спортсменах. Мы говорим, что если спортсмен хотя бы чуть-чуть поменяет свой образ жизни в пользу более натуральных продуктов, в пользу более натуральной химии бытовой, то, конечно, у него становится легче его спортивная карьера, его спортивная жизнь, ему легче делать все это и более благодарный становится организм. Но если ты не спортсмен, и ты то же самое сделаешь, то увидишь, как интересно поменяется твоя жизнь. Я бы хотела сказать, с чего мы начали. Что сегодня у нас великолепный такой день предновогодний, и что действительно мы сейчас подводим итоги уходящего года, будем что-то планировать на следующий год. Но сейчас я хотела бы передать слово человеку, который вам расскажет про возможность. Вот сегодня есть люди, которые первый раз пришли, ничего еще не слышали. Поднимите руки, пожалуйста. Такие люди. Молодцы. И вот вы как раз-таки будете очень-очень внимательны, потому что эта возможность, если вы ее правильно воспримете, то она может очень многое вам поменять в жизни. Поэтому даю слово своему спонсору, это Вадим Набоков с Сорей Менничевым. И пусть он расскажет о том, что он не даст. Классно, да? Да.